Женщина 76 лет с интенсивной болью в коленах суставов страдает остеоартритом более 15 лет Получала нестероидные противовоспалительные препараты, хондроитин, сульфат, внутрисуставные инъекции, гиалуроновой кислоты Страдает сахарным диабетом первого типа и артериальной гипертензии Диагностирована третья рентгенологическая стадия по Колбен-Лоренс До решения вопроса об эндопротезировании суставов необходимо реализовать другие возможности нехирургических методов лечения остеоартрита В первую очередь, учитывая наличие сахарного диабета, необходимо определить наличие нейропатического компонента боли Нейропатическая боль при остеоартрите у пациентов старших возрастных групп может выявляться в 60-70% случаев При идентификации нейропатического компонента боли необходимо провести соответствующую терапию Больное с ожирением и высоким значением индекса массы тела Необходимо определить уровень урикемии При выявлении гиперурикемии провести ряд интервенций для снижения уровня мочевой кислоты При отсутствии эффекта от предложенных мероприятий стоит рассмотреть возможность внутрисуставных инъекций глюкортикстероидов Не стоит делать их часто, ограничиться двумя инъекциями в год Через несколько недель после внутрисуставного введения стероида следует вновь назначить внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты Возможно, предыдущая терапия гиалуронатом была проведена на фоне сеновита, поэтому не оказала должного эффекта Стоит уделить особое внимание двигательной активности пациентки, в том числе с использованием средств для ходьбы при необходимости Если во время ходьбы у пациентки усиливается боль, рассмотрите вариант разгрузочных ортезов Обратите внимание на деформации стопы При их выявлении необходимо провести соответствующую коррекцию при согласовании с врачом-ортопедом Рекомендуйте местные формы нестероидных противовоспалительных препаратов Особо обговорите с пациенткой, что местные формы должны использоваться в достаточной дозе 3-5 см крема на каждый сустав не менее 4 раз в сутки Хондроитинсульфат и глюкозаминсульфат пациентка должна получать длительно, непрерывными курсами в виде базисной терапии Особое внимание стоит уделить глюкозаминсульфату, как препарату, снижающему инсулинорезистентность и степень агрегации тромбоцитов Опубликованные в 2019 году данные Биобанк Англии указывают на снижение риска кардиоскулярных событий у пациентов с диабетом при длительной терапии глюкозаминсульфата В данной ситуации можно рассматривать нефиксированные комбинации симптоматических медленно действующих средств Например, глюкозаминсульфат и неомыляемые соединения авокадо и сои Или глюкозаминсульфат с диацерином при переносимости последнего Рассмотрите назначение витамина D3 Доза определяется в зависимости от его концентрации в сыворотке крови Вам может понадобиться нагрузочная доза коликальциферола При неэффективности указанных мероприятий, конечно, стоит обсудить возможность эндопротезирования